Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Люба, и наша сегодняшняя тема звучит весьма загадочно. Отрочество – особая пора. Ну, с особой порой никаких загадок нет. А вот что такое отрочество? Это слово мы обычно в повседневной нашей жизни не употребляем. Но на самом деле все крайне просто. Отрочество – это примерно то же самое, что и подростковый возраст. Это период жизни человека между детством и юностью, то есть ваш возраст. Условно можно разделить возраст на две возрастные группы. Это младшие подростки – это 5-6 класс, и старшие подростки – это 7-8 класс. Итак, каково же быть подростком? Что же происходит с вами в этом возрасте? Ну и, во-первых, это изменения в организме. Увеличивается рост, происходят определенные изменения. Организм готовится стать взрослым. Резкая смена настроения – это тоже легко объясняется биологически, перестройка организма. Но если вы нормально реагируете, никто не падает вам под горячую руку, и вы достаточно отдыхаете, то не думаю, что это создает вам слишком много проблем. Быстрая утомляемость – опять-таки это естественный процесс. Это не потому, что вы слишком перерабатываете, или школьная программа нещадна и так далее – это естественные изменения в организме. Так что будьте к себе по-добре, давайте себе отдыхать и не ругайтесь за излишнюю утомляемость. Отрочество – это пора мечтаний. Очень многие люди, которых мы с вами знаем, о которых мы с вами читаем в учебниках, которые сотворили по-настоящему великие вещи, запланировали свой жизненный путь именно в период отрочества, и, возможно, и вам пора задуматься о своей будущей профессии, наметить великие планы. Ведь кто не мечтает, тот никогда эти мечты и не реализует. Так что имейте это в виду. Также важной чертой отрочества выявляется возрастание уровня самостоятельности. Однако возникает вопрос – а это хорошо или плохо? Это показатель взрослости или, наоборот, еще рано? Дело в том, что тут можно выделить два аспекта. Это, конечно, позитивные проявления, когда человек готовится брать на себя ответственность, начинает самостоятельно делать выборы и так далее. Тогда это абсолютно замечательно и, в общем-то, характеризует только с позитивной стороны становления личности. Однако иногда у самостоятельности бывают и негативные проявления. Так, например, некоторые в погоне за популярностью или желанием им раньше повзрослеть приобщаются к пагубным привычкам. Недаром они называются пагубные. Они губят не только наше здоровье, но и часто создают негативное окружение и мечтают реализовать те самые мечты, которые мы с вами только-только наметили. Кто такие рыцари? И вы спросите, а при чем же тут рыцари? Мы же говорили про подростковый возраст. Но, друзья, дело в том, что подростковый возраст – это тот самый возраст, когда вы по сути своей решаете, а каким я буду взрослым. Формируются ваши взгляды, установки, идеалы. И если не заложить рыцарские качества уже сейчас, то, наверное, они не сформируются в будущем. Посмотрите, кто же такой рыцарь? Это человек, который обладает такими качествами, как благородство, самоотверженность, честность, понимание к слабым, к тем, кто нуждается в помощи и готов эту помощь оказать. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что в рыцарях мы нуждаемся, наверное, как никогда. Так что, возможно, впору задуматься, а как вы можете воспитать себе эти качества и где их проявить? Надеюсь, что почву для размышления я вам дала. Спасибо за внимание и встретимся с вами на следующем уроке.